Закрепим штурвал Все Готов? Да Готов к гонке И Владислав Витяев и его соперники подготовили своих ласточек к ежегодному ралли-холмы России Перед тем, как отправиться по пыльному бездорожью, всех гонщиков поприветствовали судьи и организаторы Сначала торжественное построение с поднятием флага и фанфарами, а дальше в путь Эти машины только снаружи напоминают привычные автомобили Внутри огнеупорная обшивка, металлические усиленные каркасы безопасности и супермощные двигатели В Ульяновской области стартовали ралли-холмы России В них участвует более 40 гонщиков из разных городов страны Они отправляются вразить просторы Теренгульского района Трасса сложная, мы желаем им удачи Перед основным маршрутом гонщики прошли пролог Это небольшая трасса-разминка перед основным испытанием Несмотря на обилие ухабов и оврагов, экстремалы с легкостью проехали по бездорожью Это очень короткая дистанция для нас Завтра будет настоящая гонка Быстро проехали, даже не заметил Сколько километров говорят и вообще как ехали? Пять километров, нормально, без проблем А вот к следующему этапу гонщики отнеслись более серьезно 103 километра по сложному ландшафту ожидали спортсменов на следующий день Тимур Гельмияров из Казани участвовал в ралли в 2019 году А до этого он гонял на мотокроссах Перед торжественным стартом Тимур признался Даже опытных пилотов посещают тревожные мысли Для меня сложно привыкнуть к этой машине Ну и надеюсь на штурмана, что он мне правильно заранее покажет, где опасность И я вовремя буду снижать скорость, чтобы не перевернуться Чтобы снизить риски травм, организаторы все продумали до мелочей Рядом с трассой дежурят бригады скорой помощи и пожарные расчеты Сами гонщики одеты в костюмы, которые могут выдержать 50 секунд в открытом огне О безопасности заботятся специалисты, а спортсмены получают удовольствие от любимого дела Каждый борется не за деньги и призы, а за спортивный интерес У нас есть Кубок России, в котором спортсмены свои чемпионства определенные определяют То есть есть ранжируемые места с первого по третье В каком-то, может быть, это несколько моральное удовлетворение Но на самом деле, естественно, кубки и медали Но, как правило, спортсмены бюджеты такие на машины тратят Все это дело не в гонке, а дело в том, что им нужны какие-то определенные спортивные достижения В первую очередь, достижения спортивные Люди едут за адреналином, за кайфом, за хорошей трассой За организацией, которая соответствовала уровню мероприятия По итогам в Кубке России первое место заняли Сергей Бабкин и Егор Охотников Второе – Раис Миниханов и Дмитрий Карпов А третье – Игорь Чагин и Иван Безденежных В чемпионате Ульяновской области первое и второе места заняли те же спортсмены А третье досталось Владиславу Маликову и Станиславу Кудинову Виктория Черкова, Владимир Куликов, Улправда ТВ